Девушки отдыхают Видите на экране, сообщили очевидцы Информацию подтвердили в пресс-службе Департамента полиции области По официальным данным на пересечении улиц Летунова Таврисыздык, 20-летний водитель, управляя Автомашиной ВАЗ-21140 Совершил наезд на пешехода 20-летняя девушка переходила проезжую часть По нерегулируемому пешеходному переходу В результате ДТП она получила телесные повреждения Находится на амбулаторном лечении Сообщили в пресс-службе ведомства В отношении 20-летнего же водителя Составлен протокол об административном правонарушении По статье непредоставления преимущества В движении пешеходам или иным участникам Дорожного движения За безопасность своих детей беспокоятся Жители Кустаная из-за пешеходного перехода На одну из улиц По мнению некоторых родителей он опасен В то же время самих горожан полиции и ЖКХ Пытаются призвать к заботе о собственной безопасности В городе перед зебрами появляются надписи На асфальте с призывом отложить телефон И снять наушники Регулируемый пешеходный переход рядом с остановкой По улице Карбышева может быть опасен для жизни Школьников, так считают некоторые горожане Ежедневно они переводят своих детей и внуков Через дорогу, боясь отпускать их одних По словам матери четверых ребят Чей путь в школу как раз лежит через проезжую часть Юлия Маринчук, автомобилисты не всегда в этом месте Реагируют на сигнал светофора Не соблюдается скоростной режим Часто водители едут на красный свет Вот этот светофор Ну вот сейчас ветку спилили Немножко видно его Они едут, когда автобус стоит Вылетают из автобуса, а здесь уже дети И все, они не успевают останавливаться Дальше едут Вот сегодня ребенок шел со школы Тоже говорит, автобус поехал и все В один из светофоров уже врезались автомобили Разметка на дороге почти не видна Лежачие полицейские устанавливать здесь нельзя Улица магистральная Но жители все же надеются повысить безопасность перехода Хотя бы установкой современных светофоров Нередко и сами пешеходы, выходя на проезжую часть Не стремятся быть внимательнее Многие переходят дорогу, не отрываясь от разговора Пишут в это время сообщения Или слушают музыку в наушниках Все это становится причинами несчастных случаев Если рассматривать ДТП по видам То основную часть у нас составляет наезды на пешеходов В этом году у нас произошло на территории города Кустанай 51 наезд Попыткой привлечь внимание к этой проблеме Стали надписи на асфальте Так сотрудники полиции ЖКХ надеются напомнить пешеходам О собственной безопасности Что касается перехода на Карбышево То устанавливать опасен он или нет Будут после письменного обращения граждан в управление полиции Но саму улицу все же ждут изменения У нас внедряются новые пешеходные переходы Системы интеллектуальных пешеходных переходов Работающие на солнечной энергии На следующий год планируется реконструкция улицы По улице Карбышева По улице Алтансарин Там тоже у нас планируется установка данных пешеходных переходов Запрещенная литература изъята в Рудном В результате оперативно-розыскных мероприятий Полиция обнаружила 54-летнего мужчины Журнала, разработанный Фархатом Абдулаевым Известным как Фархат Ата Он руководитель запрещенной в Казахстане Оккультно-мистической секты Аля Аят 15 журналов по итогам рассмотрения судом Признаны экстремистскими И запрещенными к ввозу, изданию и распространению На территории республики Сообщает пресс-служба областного департамента полиции Судом Рудного владелец изъят литературы Привлечен к ответственности По соответствующей статье административного кодекса республики И наказан штрафом в 100 месячных расчетных показателей То есть 252,5 тысячи тенге Машинникам отдала большую часть денег Накопленных за 5 лет жительница Кустаная Потерпевшая отмечает, что действовала Под диктовку неизвестной злоумышленницы Которая вела с ней телефонный разговор В течение получаса Чтобы другие люди не лишились своих денег Потерявшая 800 тысяч тенге Женщина рассказала нам о том Как ее дистанционно обработали Жительница Кустаная Диана Назовем ее так Хочется остаться неузнанной Но рассказать о том, как ее обманули Считает необходимым 15 сентября она разместила на одном из известных сайтов Информацию о продаже дивана И уже через несколько часов на объявление откликнулись Сказала, что она проживает в Алматы У нее здесь Кустаная есть съемная квартира Она хочет приобрести Это для съемной квартиры У меня, говорит, есть на щеку деньги Давайте я вам переведу Вы подойдите в ближайший военкомат Я вам переведу эти деньги В сумме 80 тысяч С ней договорились Звонившая попросила сообщить ей номер ее карты, чтобы отправить деньги Собеседница была настолько убедительной, что женщина хоть и засомневалась Но продиктовала цифры и направилась к ближайшим терминалам Откуда позвонила покупательница Та на звонок не ответила Она через несколько минут перезвонила сама и начала давать указания Сказала ввести индивидуальный идентификационный номер и снять со счета деньги Она говорит, наберите 8,5 нулей Я говорю, почему я буду набирать 8,5 нулей? Мы договорились с вами на 80 тысяч Мне лишние не нужны Она мне это сообщает Я ошибочно вам передала 800 тысяч Я не могу сделать возврат Диана вновь послушалась и банкомат 800 тысяч выдал Звонившая тут же попросила перечислить эти деньги на Киви кошелек И впервые держащая в руках такую сумму женщина Нашла терминал, ввела номер и стала засовывать купюры в купюроприемник Это заняло более 10 минут И все это время неизвестная вела с ней разговор Буквально спрашивая о каждом движении После мнимая покупательница согласилась накинуть за приобретение И за потраченное время еще 10 тысяч Сверху обговоренных 80 И якобы перечислила их Диане Эти деньги женщина опять сняла Иду домой, счастливая такая, думаю Все, сделка состоялась, нормально Не зная того, что совсем, что это мой депозит Что я сняла сама с этого депозита Вообще в каком-то я была в бреду Хотя я посмотрел вот это свое приложение Иду вот на дороге, смотрю, снятие моего денег Все, на что похоже, на гипноз Да, вот что-то вот такое Знаете, метод убеждения Идешь и делаешь то, что они говорят На депозит женщина откладывала понемногу в течение 5 лет На будущее, на обеспечение семьи, в которой трое детей Диана закрыла счет, подала заявление в полицию В тот же день, в воскресенье, его приняли Во вторник позвонил следователь, которому поручили ввести это дело Номер звонившей, естественно, больше не доступен Трудность раскрытия преступлений состоит в том, что мошенники могут всего один раз использовать сим-карту Либо сотовые телефоны И после получения денег они ликвидируют их Мошенники могут находиться даже за пределами республики Казахстан Специалисты департамента полиции региона в области интернет-мошенничек сообщили, что по сравнению с 9 месяцами прошлого года Количество этих преступлений увеличилось в два раза Через посттерминалы деньги перечислялись 115 раз Раскрыть из них удалось 30 Зловомышленники начинают использовать и новые схемы К примеру, представляются сотрудниками банка по телефону И сообщают, что был зафиксирован несанкционированный вывод денег с их карточки Рост обращений к устанайцев с жалобами на интернет-мошенников отмечают и представители филиала Назбанка Для хищения средств банковских счетов и депозитов зловомышленники используют новые схемы Каким образом вообще это происходит, схемы мошенничества? Клиенту поступает звонок на мобильный телефон Звонящий представляется сотрудником банка И сообщает о том, что зафиксирована попытка несанкционированного снятия средства счетов клиента И требует у клиента некоторую информацию, такую как реквизиты, карточки, трехзначный СВВ-код, который находится на обратной стороне карточки ИИН, СМС-код, который пришел на телефон клиента для подтверждения банковской операции Конечно, люди начинают сразу бояться, что с их счетов будет произведено списание и сообщают все данные, которые требуют мошенники Но таким образом они сами лично передают эту информацию и уже со стороны мошенников происходит настоящее несанкционированное списание со всех счетов Часто используются звонки из поддельных номеров, схожих с официальными номерами контакт-центров крупных банков Либо звонок с номера колл-центра банк осуществляется посредством специализированного оборудования Мошенники, пытаясь запутать владельца счета, используют банковскую терминологию Оказывают психологическое давление на своего собеседника После получения данных они подключаются к интернет-банкингу владельца счетов И благополучно осуществляют переводы с карт и депозитов денежных средств Алло, Андрей, здравствуйте Да, здравствуйте Меня зовут Олег Анатольевич, я являюсь старшим специалистом службы мониторинга и переводов денежных средств Каспи-банка Меня перевели на вас, так как у вас по карте замечено действие, которое вы самостоятельно не совершали Я вас верно понимаю? Да, правильно Дело в том, что, Андрей, мне сейчас необходимо вам направить те смс-советовления устаревшего характера, которые ранее вам не поступали О том, что у вас фиксируется регистрация в вашем онлайн-кабинете Каспи-Кизы То есть на данный момент времени данному смс-служба мониторинга, то есть технический отдел, предоставляющий четырёхзначный код безопасности Который вы будете произносить в программе То есть по данному коду ваш онлайн-кабинет будет деактивирован То есть так как вы действия не совершали, то ваш онлайн-кабинет на время будет деактивирован Смс-уведомление у меня фиксируется за то, что уже поступило на ваш контактный номер телефона Просмотрите, пожалуйста, вам смс-уведомление поступило? Скип-скип Да Нужно следить за тем, кому передаются документы, удостоверяющие личность То есть не передавать им незнакомым лицам Второй момент При звонке сотрудника банка всегда попросить его представиться Запрашивать фамилию, имя, отчество, также должность Третий момент Никому, никогда, ни при каких условиях не передавать реквизиты платёжных карточек Трёхзначный свиви-код, который находится на обратной стороне карты Не передавать смс-коды и пароли, которые пришли на телефон клиента для подтверждения банковской операции Нас банки предупреждают, если к вам обратились по телефону, в интернете, через социальные сети И пытаются узнать данные о карте, смс-коды и другую персональную информацию Это явные признаки мошенничества Банк, подчёркиваю, специалисты никогда не обратятся первым для получения таких данных Тем более с помощью переписки Помимо этого, у нас банки рекомендуют запомнить вот эти правила Не игнорируйте оповещения банка Следите за уведомлениями банка о списании денег Если вдруг вам пришло уведомление о трате денег, которую вы не совершали Как можно быстрее сообщите об этом в банк и попросите временно заблокировать карту Не используйте зарплатные карты для шоппинга в сети Для этих целей лучше завести вторую карту И держать на ней ту сумму, которую вы готовы потратить на покупки в интернете Снимайте деньги в банкоматах внутри отделения банка Так вы исключите риск нарваться на скиммер, считывающий переносное устройство Если вы обнаружили, что карта пропала или вы её где-то оставили Сразу же звоните в банк и просите её временно заблокировать Если вы всё же столкнулись с неавторизованным использованием банковской карты Немедленно придите в банк и напишите заявление Шанс вернуть сбережения есть Если на вас напали и украли карту, заявление нужно писать в полицию Это преступление будет классифицироваться уже не как мошенничество, а как грабёж или разбой На сегодня это всё В следующий раз смотрите нас в телевизионном эфире в следующий понедельник А эту программу и её отдельные материалы в любое время на канале АЛАУ Ютуб И подписывайтесь на аккаунт программы в Инстаграм До свидания, пусть всё у вас будет хорошо Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова